Утро, друзья, товарищи. Мы, в общем, съехали с того заклопа у них, в котором мы были, в чуть лучше. Это называется China Town Boutique. Что-то такое. Внизу оставлю ссылку на это все. Здесь получше. Здесь стоит подороже 100 вот этих местных турников. То есть это 20 долларов. Это все еще дороже, чем если бы мы снимали на Airbnb. Там можно было за эту сумму снять очень прикольные места. На Airbnb сейчас здесь дают достаточно центрально, в кондоминимумах. И даже есть бассейн. Но мы уже не стали этого делать, потому что уже не было так много времени. Нам два дня всего лишь еще осталось. Поэтому ждать, пока нам там ответят, опрувят. Мы уже не стали. Сняли просто здесь. Здесь, в принципе, вроде как, на первый взгляд, нормас. Но там даже чайник есть. Я не понимаю, почему бы не приводить в порядок, конечно, после каждого постояльца. Я не знаю, если они тут клопов бьют по стенам, судя по внешнему виду. Не знаю, затекает вон у них там что-то. Почему бы это просто не убирать сразу? Я не знаю. Для меня это, конечно, все большой вопрос. Но меня радует уже то, что хотя бы это намного более просторно и чисто, чем то, что было до этого. И вот такой зашибительный вид здесь из окна. Без комментариев. Пойдем, берем какие-то блины. Не, неизвестно. Не, я не хочу. Я у тебя попробую, если чего. Ну, реально какие-то блины, смотрите, блинчики. Вроде бы даже какая-то ореховая начинка, что ли. Сейчас попробуем. Внутри очень, очень, очень. Один стоил почти около 2 евро, да, а второй стоил... 80 центов на этих нет. Ну, короче, 2 стоили 2 евро. Не 2 евро, а 2 этих штуки. 2 рингита. А, да. О, так вообще не о чем. Дай. Ну? 50 центов за 2. Ну, что такое? Что там внутри? Не знаю, как-то, по-моему, ничего внутри нет. Просто тесто, самое-то, какое-то прикосовое. Дай кучу. Куч. Прикольный. Липучий такой. Да. Красный тесто, просто. Угу. Очень вкусно. А, там, мне кажется, орехи. Да. Не знаю, что это. Орехи. Орехи, да. Так, друзья, ну что, куда мы сегодня решили пойти? Решили прогуляться до парка. Здесь какой-то очень гигантский красивый парк есть. Ботанический сад и всякая, короче, живность, природа и все такое. Поэтому будем пытаться туда попасть. Пешком жарко идти, но все же интересно. У, ребята, вот река здесь реально отвратительная. Давненько такой гадости не видел. Даже... Да, давненько. Походи. Нет, Чао Брая выглядит намного чище. Нет. Нет, абсолютно. И цвет у него поздоровее будет. В общем, спустились мы вниз с гаража и решили здесь что-то перекусить, потому что начался дождик. В общем, по старой памяти решили попробовать, какие же здесь супчики, потому что мы в Таиланде очень любим супчики. Старой памяти мы здесь никогда еще не были. Ну, в смысле имеется в виду, проассоциировали. Внешне похоже на тайский суп, но мне кажется, намного меньше зелени и вообще. И макароны чуть-чуть как-то разваленные. И вкусно-то похоже. Ничего, вкусно? Мало ингредиентов очень. У меня, в принципе, похожий суп, только у меня с курицей и вот с такими желтыми макарошками. Поэтому... Так, так. Есть можно? Он более пикантный, чем тайский суп, он напалено постенький. В общем, есть можно, но тайский суп мне больше нравится. Теньки-то более насыщенно. Тут просто какая-то острота и разваленные макароны. Ну что, друзья, такого дикого удовольствия от супчика мы, в принципе, не получили. В Таиланде вкуснее. По крайней мере, на данный момент. А мы сейчас идем дальше. Тут уже какие-то начинается что-то типа парчиков. Просто так, песок высажен на деревьях. Ну, красиво, молодцы, стараются обзагородить. Так, ботанический сад еще не начался. А здесь уже все в джунглях прямо, таких непролазных. Погрязло. Вау. А тут раз, и дорога. Такая вымощенная еще каким-то камнем. А тут раз, и непролазные джунгли. Че себе. Кажется, мы пришли. Где-то здесь начинается ботанический сад. А, ну да, вот какие-то тут растения висят. Черт, и там дождь начинает. Я прям даже не знаю. Стоит туда идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, что там было? Кого-то кто тебя напугал, Лиса? Не знаю, Сань. Мне здесь очень нравится в этом, по крайней мере, в Куала-Лумпуре. Это вот это сочетание зелени, природы, джунглей, вот этого вот всего естественного, с современными зданиями, высотками. То есть смесь современности и природы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы нашли указатели, и мы поняли, что самое интересное мы пропустили. Оно налево. Вон туда. Мы идем налево. Так вот он какой ботанический сад. Что-то там есть. Какие-то странные сооружения, конструкции. Может, это какой-то бункер? Мы пока решили переезжать дождь, посмотреть. Здесь какое-то... Опять это кафе, кидай копи. Какие-то странные ребята в этом картон-комик-хаузе. Смотрите, какие-то барышни сидят на мотоцикле. Какой-то дядя с собачкой. Все нормально, прикольно. О, Гербари. Кофе. Ботан-кросон. Дейли-бейк. О, 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 о. Ладно. Заценим. А вот здесь снова вид на ботанический сад. Но мы только начали его изучать, ребята. Будем дальше идти. В общем, заказали мы за дикие деньги. За 6 евро. Ну, по местным меткам это относительно дорого. Два кофе из пакетика. Ну, из Тебе. И два круассанчика. Да, да, да. Так себе. Но зато мы в ботаническом саду. А дождя все еще нет. Вкусно тебе круассанчик? Не? Ну, в немецком не сравнится. Ну, милая, да, какая-то. Судили, когда ходят в город, и как чистят. Мои, да? Нет. Мои, да. Нет. Нет. Мои, да. Нет. 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 Вот он какой ботанический лис. Лис, Баталис, Лисабат. Баблбат, баблбат, баблбат. Баблбат, баблбат, баблбат. Давай ещё баблбат. Ливай же. А нельзя нормальный? Ну, ладно. Баблбат, баблбат. 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 Продолжение следует...